Орион Пакс 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 поступали наиболее интересные передачи, какие только Ориону Паксу доводилось слышать за последнее время. Он не был ярым похлонником битв на арене, однако даже Орион был в курсе того, что чемпионом арены стал Мегатронус. Со стороны последнего очень смело было называться таким именем. Далеко не каждый бот посмел бы носить имя одного из 13 праймов, от звуки великих деяний которых гремели и через мегациклы истории. А этот Мегатронус не проиграл ни одного поединка с первых дней своего появления на арене. Гладиаторы начинали карьеру без имени. Большинство так и погибали безымянными. Мегатронус же притязал не просто на имя, а на такое имя, которое не столько облегчало ему путь, сколько привлекало внимание даже тех классов, которые считали не стоящими внимания такими примитивные зрелища, как гладиаторские бои. Лицезрение двух, а то и более кибертронцев, разрывающих друг друга на части, мало кто открыто признал бы увлекательным. И все же ямы на нижних уровнях Каона были самым популярным местом проведения досуга. А сеть кишела передачами и повторами всевозможных турниров, то и дело проходивших на арене. Единственной индустрией на Каоне, которая могла бы составить конкуренцию гладиаторским боям, была сфера ремонта и восстановления. Инженеры механохирурги из этого города и его гладиаторского соперника Слоутер-Сити не знали себе равных. Вообще-то бои на арене были в Кибертоне незаконными. Однако Верховный Совет в своей мудрости заключил, что населению, где каждый ограничен рамками своего класса, нужно как-то отводить душу. Таким образом, бои в ямах на Каоне, проводившиеся еще с давних времен в качестве развлечения для рабочих с местных лотейных заводов-гигантов, к настоящему моменту стали обычным делом. Несмотря на то, что Де и Ре они были в Кибертроне вне закона, в Слоутер-Сити творилось практически то же самое. Как это странно, что из Каона и Слоутер-Сити Ориону Паксу случилось услышать и увидеть дискуссии, которые он мог бы назвать ни много ни мало философскими. Причем инициатором их был величайший из незаконных чемпионов гладиаторских ям Каона — Мегатронус. Передачи шли с обрывками и помехами, поскольку их транслировали из глубоких металлических недр Каона. Между нижними уровнями и приемниками сети они встречали мощные преграды из-за производственных процессов, что подпитывали Каон, а также, как было известно Ориону Паксу, всю Кибертронскую цивилизацию. Ничего нельзя создать без сырья, а его предварительно нужно обработать. Этим занимались на Каоне и на пустошах, что тянулись между городом и блато Гидракс. И пока пустоши поставляли Кибертрону необходимое, Верховный Совет закрывал оптику на гладиаторские ямы. Орион Пакс задавался вопросом, как долго это будет продолжаться. Он слушал последнюю передачу Мегатронуса. Над интерфейсом, с которого следовало определить место записи в каталоге, замерли пальцы. Разве все Кибертронцы не созданы из одних и тех же материалов? Говорил Мегатронус скрипучим и хриплым голосом, подобным какому-то гигантскому механизму с фабрик Каона. Одни и те же сплавы составляют мое тело и тело Верховного Советника. Моя смазка не отличается от той, которая смазывала суставы самих тринадцати. Орион мирный окинул взглядом ряды, на которых сидели другие Кибертронцы его класса. Жизнь каждого из них посвящена мониторингу передач, составлению каталогов и пополнению бесконечных иаконских баз данных. Такой уклад Кибертронской цивилизации сложился задолго до появления Ориона на свет. Но в самом деле все они сделаны из того же материала, что ты Архивариус Альфа Трион или, скажем, любой другой Верховный Советник. Можно ли представить Советника, тратящего жизнь на мониторинг передач? Каждая из нас — личность. Когда-то мы были свободны. Гремел голос Мегатронуса в голове Ориона Мирного. Интересно, что решили бы его коллеги тогда видеть им такое услышать? Если бы Верховный Совет сейчас слышал мои слова, они постарались бы тишком превратить меня в груду хлама. В этом не приходится сомневаться. Возможно, они как раз меня слушают. Так что, если я исчезну, продолжайте мою работу. Саундвейв и ты, Шоквейв, не оставляйте дела. Вы — мои преданные лейтенанты. Лейтенанты? Неужели ты возглавляешь армию, Мегатронус? Внезапно прозвучал второй голос. Орион Мирный напряженно прислушался. Он бросился проверять новый голос. Тот не принадлежал ни Шоквейву, ни Саундвейву. Их голоса Орион слышал раньше и записал в базу данных информацию о каждом. Но этот новый голос был не из числа с подвижников Мегатронуса, за которым Орион исправно следил. Так кто же это? В компетенцию Ориона Мирного не входило проведение расследований. Он вел мониторинг, наблюдал и делал записи. Следователи же были отдельным классом. Впрочем, он может доложить об этом Альфа Триону, смотрителю архива. Орион Мирный взял образец нового голоса и потратил несколько циклов на составление отчета. Нельзя было появляться перед Альфа Трионом без важной причины. Ровно, как и без доказательств того, что данная причина важна. Архивариус Альфа Трион был намного старше Ориона Мирного. Орион даже слышал, что он якобы родился еще в ту великую эпоху, когда расширялась сеть космических мостов. В пик расцвета кибертронской цивилизации. Как это должно быть здорово, иметь возможность путешествовать сквозь измерения мостов к звездам. Альфа Трион узнал пришедшего. Орион Пакс, что привело тебя сюда? Почему ты отвлекаешь меня от работы? Мне нужен совет, произнес он. Орион активировал передачу Мегатронуса. Альфа Трион опустил старинное перо, которым делал записи в единственную книгу, лежащую на его столе. Архивариус Иакона располагал базами данных и бесконечным количеством документов, учитывающими практически все, что только происходило в истории кибертрона. Но вместе с тем, он выбрал себе интерфейс в виде пера и книги. Как и большинство старых кибертронцев, о которых знал Орион, Альфа Трион с возрастом становился все более чудаковатым. Когда запись доиграла до конца в настенном динамике Альфа Триона, Архивариус поводил пером по столу в своей обычной манере, раздумывая над вариантами ответа, и произнес. Значит, Мегатронус. Почему он назвался в честь легендарной личности? Если древние сказания не врут, тот Мегатронус до последнего момента верил, что будет оправдан. Он считал, что поступает правильно, хотя его методы разрушили большую часть того, что он декларировал. Не лучший пример для подражания, если планируешь революцию. Вот уж точно. Но, может быть, из деяний того Мегатронуса можно почерпнуть пример не только в этом. А кто этот, выскочка? Гвадиатор Сорены, как и все. Он начинал без имени. Просто рабочий, который выбрал арену как путь к славе. Но он ни разу не проигрывал поединков. И вот его известность выросла. Настолько, что мало кто из гвадиаторов отважится драться с ним один на один. Теперь же, кажется ему недостаточно титула величайшего гвадиатора Каона. У него высокие амбиции. Амбиции. Это не такое качество, которое поощряется в Кибертронцах, как тебе известно. Он замолчал. И Орён Мирный уловил что-то необычное в задумчивом тоне голоса Архивариуса. Он ждал. Возвращайся на свое место. Произнес Альфа Трион спустя несколько циклов. Продолжай слушать. Когда узнаешь, что собирается делать Мегатронус, возвращайся ко мне, и мы продолжим совещаться.